Особое мнение на 101FM По крайней мере, пока на ближайшие 3-5 лет Об этом было объявлено во время сегодняшней пресс-конференции в городской администрации Если я правильно понимаю, решение было принято после вчерашней встречи главы региона Игоря Васильева С руководством города в лице Ильи Шульгина и Елены Ковалевой Во время которой Игорь Васильев, хоть и сославшись на то, что фактически не имеет компетенции принимать решение об утверждении сети И попросил городоначальников отказаться от реформы из-за большого общественного резонанса Сегодня на пресс-конференции Илья Шульгин, хоть и сказал, что с мнением губернатора его решение никак не связано Решил оставить в силе старую маршрутную сеть Ожидать стоит только небольших корректировок касаемо продления каких-то уже существующих маршрутов и продления режима их работы Это победа? Нет, я думаю, что это элемент, который связан с возможностью осуществить перегруппировку сил Потому что проблема, которую поднимали транспортники, она остается Это повышение тарифа на перевозку И та предложенная схема маршрутная новая Она предполагала, что автоматически решается вопрос удорожания перевозок Об этом, кстати, Михаил Курашин в нашем эфире говорил уже, что повышение тарифов как раз таки оправдается новой маршрутной сетью Да, 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 то есть оно как раз снимало вот этот самый скандальный элемент А почему у нас 22 рубля, а не 15 рублей, как в Тюмени, или там в Свердловске, или 12 рублей, как в Крыму И так далее, то есть бензин там дороже, чем у нас И поэтому вопросы-то, в общем-то, возникают И поэтому я думаю, что вот этот лоббирующий инструментарий транспортников, он будет еще включен И пока мы не имеем ответа на волнующий вопрос, будет повышение тарифа или не будет Второй момент, учитывая, что принято решение на, скажем, урбанизацию развития города И соединение его с Солбацким, там Кирово-Чепецком, агломерация так называемая В любом случае у нас возникают проблемы транспортного характера И их все равно придется нам решать Другое дело, насколько морально-этически это будет выполнено верно Я хотел бы только одно сказать, что учитывая вот эти проблемы урбанизации и агломерации города Кирова Есть опыт за рубежом, когда эти проблемы такими же городами, как по численности наши Решаются следующим образом, что муниципалитет просто берет и делает бесплатным проезд в городском транспорте И таким образом... На всех видах городского транспорта, на всех маршрутах для всех категорий граждан Да, да, для всех категорий граждан делает бесплатным и тем самым решает проблему Перенасыщенности различных видов транспорта, транспортных средств по городу То есть в данном отношении мне, например, на собственной машине будет невыгодно... То есть это цель отказаться от использования личного транспорта? Конечно, конечно, конечно И экономику, когда посчитали, что в результате безопасности движения, загазованности города и так далее Оказывается, выгоднее вот эти затраты, которые идут на экологию, пустить на бесплатный транспорт И многие вещи, в общем-то, решаются Но здесь тоже у нас возникнет, на мой взгляд, проблема Учитывая, что я в свое время был участником событий, когда приватизация шла автотранспортных предприятий Их, по сути дела, разрушали, банкротили и так далее У нас здесь возникнет необходимость восстанавливать систему городского муниципального транспорта Который будет находиться на бюджете, на финансировании Либо надо будет заключать тогда договоры аутсорсинга Не договоры на обслуживание маршрутова, а договоры аутсорсинга Поэтому здесь возникают определенные проблемы Но я так думаю, как экономист, я считаю, что многие вещи будут лоббироваться теми частными компаниями А если бы обратили на номера автобусов, то номера автобусов в 52-й регион, в 96-й регион То есть это, по сути, фирмы на сегодняшний день Они уже и пришли к нам, аутсорсинговые частные фирмы Работают на субподряде Которые работают на субподряде у нас, совершенно правильно Про тариф хочу спросить вас Если новую схему не принимают, чем будут прикрываться при поднятии тарифа, если это произойдет? Я думаю, что опять это будет, и это звучало, когда попытка была озвучить и посмотреть на общественное мнение Была попытка озвучить, что вот бензин подорожал на столько-то процентов, а тариф у нас не повышался Да, на 30 процентов, совершенно правильно Вот, то в данном отношении, я думаю, будут использованы те же самые механизмы Но мне думается, это неправильный подход Если, опять же, мы рассматриваем, что город, вы обратили внимание на сегодняшний день Если буквально там 6 лет назад город насчитывал 485, по-моему, тысяч населения То сейчас мы уже по статистике показываем 535 тысяч населения 538 я даже видела информацию Да, да, да Вот, ну, я в крайнем случае Ну, это, вы понимаете, что это плавающая цифра Потому что многие люди живут у нас в городе без регистрации И поэтому мне думается, что численность населения города, она значительно выше И, может быть, даже превышает 600 тысяч населения Которое реально постоянно проживает в городе Киров И вот та идея Шульгина о том, что необходимо превращать город Киров в мегаполис Она, наверное, имеет право на существование Когда к проблеме агломерации начнут подтягивать Ореческий район, Юрианский район и так далее и тому подобное То есть дотягивать до миллиона населенный пункт Но это будет сопровождаться, на мой взгляд, очень серьезными проблемами, в том числе по транспорту Потому что тут возникнут и экологические проблемы, и очистка воды, и снабжение и т.д И вы, если слышали, это тоже транспортная тема Вновь возобновили тему Куменского водовода Ну, это другая история Давайте мы ближе к маршрутной сети Это вот как раз все находится в одном ключе Потому что концептуально транспортная тема – это один из вопросов агломерации А там целая цепочка идет этих вопросов Где вот снабжение водой является тоже немаловажным фактором В решении, в том числе, транспортной системы Ну, вот вы про дотации сегодня сказали уже Если мы предположим, что… Точнее, мы знаем о том, что перевозки, транспортные перевозки – это, в общем-то, социально ориентированный бизнес И он должен быть таким Возможно ли тогда в таком бизнесе рентабельность вообще? Должен ли он быть прибыльным? Или он должен быть дотационным и должен содержаться только за счет бюджета? Ну, вы здесь затронули целый слой проблем, которые, в общем-то, определяют… Ну, это просто… Это все к тему тарифов Определяется тарифов, да Потому что тариф, если мы грубо подойдем с точки зрения рентабельности маршрутов Здесь множество элементов возникнут, которые, в общем-то, ФАС, Федеральная антимонопольная служба Сразу поставит нам как некую проблему И для того, чтобы этой проблемы не было, я поэтому и убежден, что будет правильно, если это будут муниципальные все же услуги Но у нас есть одно муниципальное предприятие Да, я в курсе, но оно как конкурент выступает Поэтому в данном отношении ФАС пока помалкивает А, в принципе, если там я знаю, что вопросы будут касательно и в том числе развития конкурентной деятельности на нашей территории Но это если мы успеем Да, если мы успеем, то в данном отношении, в общем-то, на мой взгляд, взята ошибочная логика Везде, где можно и где нельзя применять вот этот вот термин конкурентноспособности Развития конкуренции, да, ликвидации муниципальных учреждений, предприятий и так далее и тому подобное И даже там прозвучало, что закон специальный подготовили, что теперь не будет создаваться таких организаций Их нельзя будет создавать На мой взгляд, это ошибочное мнение Потому что вы правильно сказали в вопросе, что это социально ориентированная деятельность Я не хотел бы его называть бизнесом Это социально ориентированная деятельность И сущность ее заключается в том По 131 закону о муниципальных органах власти, самоуправления Является функцией муниципалитета обеспечения доступной благоприятной среды, транспортной среды Это функция, это обязанность Должен ли бюджет софинансировать? Обязательно, да Из моей логики-то вытекает, что если бесплатно Тогда должны ли они сдерживать тариф? Да, не только должны, а обязаны, учитывая, что реальные доходы населения Тариф должен не из объективных якобы условий складываться Подорожание там резины, запчастей и так далее и тому подобное А он должен складываться из реального состояния, уровня жизни населения города Кирова Ну и должен быть в какой-то пропорции от средневешевого дохода Реальный уровень жизни, мы знаем, что потребительская казина, она включает в себя Если взять за 100% потребительскую и продовольственную казину 50% это сфера услуг и 50% это сфера ЖКХ Вот, от них Итого, вот это если 200% То есть, следовательно, одна четвертая часть потребительской корзины У нас стоимость потребительской корзины растет А реальная обеспеченность потреблять на уровне потребительской корзины падает То есть, люди не способны сегодня потреблять весь перечень услуг, которые существуют То есть, вот этот разрыв имеет место И, следовательно, с точки зрения экономики, это может разрыв реквидировать только дотационная позиция Валерий Николаевич, я предлагаю эту мысль запомнить и вернуться к ней уже после перерыва Я напоминаю, что это особое мнение, его сегодня высказывает Валерий Турула Возвращаемся в студию, это программа «Особое мнение» Сегодня его высказывает депутат Заксобрания 4-5 созывов Валерий Турула Мы начали обсуждать маршрутную сеть, затронули вопрос тарифов Еще раз я повторю вопрос, чтобы мы его кратко резюмировали Должна ли власть сдерживать тариф и не выступать с такими заявлениями, которым выступил Илья Шульгин О том, что тариф может быть поднят, но не больше, чем до 26 рублей Нет, я думаю, что как раз должны сдерживать тариф И основанием для повышения тарифа может быть только единственный уровень Повышение жизненного уровня населения Вот если оно растет, то в пропорции, соответственно, можно повышать и тарифную ставку А вообще-то идеология, она должна заключаться в следующем Если мы говорим о развитии нашей территории, то заключаться должна в следующем Работать на понижение тарифа То есть внедрять соответствующие технологии, наукоемкие и так далее, которые бы снижали тариф Почему Москва идет по этому пути? Они ставят сейчас для утилизации мусора у входа в метро Мне кажется, это вопрос бюджетирования и централизации бюджетов Ничего подобного Это не только бюджетирование Это вопрос не только Это вопрос вообще-то стратегирования жизни и деятельности территории Из которого вытекает уже вопрос бюджетирования Валерий Николаевич, если администрация должна сдерживать рост тарифов Почему тогда АТП, соучредителем, который является администрация Почему оно в числе тех двух предприятий подает заявление в РСТ о том, что тариф нужно поднять? Почему тогда так происходит? Нет, а вот здесь мы опять возвращаемся к вопросу, который говорит ФАС, Федеральная антимонопольная служба, что все должны находиться в равных условиях. Тогда получается, если сдерживание тарифов, через свои предприятия они будут сбивать цену, а это уже называется вообще-то нарушение конкурентных условий. То есть для частного бизнеса одни тарифы, а для нашего другие тарифы. И соответствующим образом приоритет будет население отдавать тогда, где ниже тарифы, и частный бизнес погибнет. Поэтому это вопрос опять не бюджетирования, это вопрос стратегирования правильного построения подхода, морально-этического и экономического подхода, соединенных в единое целое, для блага социальной среды. Вот в этом случае тогда мы разрулим эту ситуацию. И вопросов о том, что не выше 26 рублей, мне, честно говоря, это неинтересно слушать. 30-35 рублей, мне интересен сам подход. Если мы говорим о развитии территории города Кирова, то мы должны ставить вопрос, как снизить тарифы. То есть сегодня у нас стратегического подхода нет? Нет, абсолютно. Мы идем по накатанной, мы идем по свершившимся фактам. Вот где-то что-то стрельнуло, и мы говорим, мы должны на это отреагировать по повышению цен. Но это фигня, извините за выражение. Я предлагаю вернуться к сегодняшней пресс-конференции, которая с утра была. Илья Шульгин сказал, как мне кажется, очень интересную вещь. Что изначально планировалось оставить действующие маршруты, просто их продлив. Я сейчас его процитирую. Он сказал о том, что в принципе ничего революционного ни Рязанский институт, ни научно-исследовательский институт автомобильного транспорта не предлагали на первом этапе. То, что было представлено на депутатских слушаниях, это перспектива, которая могла быть введена и сейчас. Это была цитата Ильи Шульгина. Вот не видится ли вам в этом некое лукавство Шульгина, потому что на депутатских слушаниях никакой информации о том, что это какая-то там перспектива, которая может быть введена, а может быть и не введена, сказано не было. Ну, я думаю, что Илья Вячеславович, он опытный политик и искушенный человек во многих вещах. И поэтому я думаю, что действительно он лукавит, учитывая ту ситуацию, в крайнем случае, о которой я знаю. Потому что целевая установка была однозначно изменить транспортную сеть, причем, ну, не хотелось бы такое грубое слово говорить, это тупо подойти к этому вопросу, что есть люди, они там какие-то люди, и мы их слушать не будем. Вот как мы считаем нужным, так мы и подойдем. И под это подтянем науку. Есть некий заказ нас, как управленческих элементов и административных органах, есть заказ, вот как это будет удобно. Но самое главное, чтобы меньше у нас шарахалось вот это движение было различного транспорта. Вот это вот задача. Но я думаю, что вы правильно сказали, есть элемент лукавства, и причем, мне кажется, что Илья Вячеславович должен об этом сам и сказать. Честно признаться. Да, честно признаться, потому что я, например, расцениваю первые шаги, которые он делал в этом отношении. Это как некая проверка социальной среды. Проглотят или не проглотят? Они проглотили. Ну, тогда хорошо, давайте вот так будем себя вести. Но это, мне кажется, не совсем порядочно. Необходимо предлагать пессимистический вариант и оптимистический вариант. Тогда мы имеем, как потребители услуги, мы имеем некую вариативность и возможность принятия решений, участвовать в этом процессе. А когда нам предлагается... Фактически ультиматум поставить. Да, ультиматум, то в данном случае, ну извините, это действительно лукавство. Но смотрите, есть другая точка зрения. Ее сегодня высказал в дневном развороте, в котором эта тема также обсуждалась. Анатолий Курбатов, член рабочей группы по транспорту администрации города, он на стадии обсуждения транспортной реформы был ее сторонником. И был сторонником этой новой схемы. И сегодня он, с сожалению, отметил, что администрация, поведясь на мнение толпы, на некомпетентное мнение толпы, он, и который в этом ничего не смыслит, эта толпа, администрация новую схему отменила. Вот вы с таким мнением Анатолия Курбатова и тем, что город будет загнивать дальше. Вы согласны с этим мнением? Ну, знаете, вот фантазировать можно о чем угодно. И правда ли, что мнение людей некомпетентно? Нет, вот смотрите. Моя личная позиция, она несколько другого характера. Я знаю Анатолия Курбатова мнение. Я участник был урбанистического форума. Я слушал все доклады по Швейцарии, слушал доклады по Москве, транспортные модели системы, пересадочные пункты. И так далее и тому подобное. Да, действительно, это все очень красиво и так далее. Но как-то Илья Шульгин правильную вещь сказал. Что там творится в Москве и за рубежом, это, наверное, правильно. Но мы должны жить в рамках вот этой системы, которая у нас реально существует. Но при этом новую схему, многие говорили, что она похожа на схему московского транспорта. Я же об этом знаю. Ну, я же слушал это все. И Курбатова я слушал, и его проводника. Он основной проводник-то этой идеи был и существовал. Поэтому первый упрек ему я делаю в отношении того, что нельзя свое население называть толпой. Оно живет в реальном мире. Оно перемещается так, как перемещается, как сложилось. И, например, я много стран в мире объехал. Там не драматизируют ситуацию, если человек нарушает установленные правила перемещения. Если тропинка какая-то появилась... То там и прокладывают дорожку. Дорожку. Совершенно правильно. То есть все сделано для кого? Для людей. Для человека. Да, для человека. А когда этого человека, который говорит, мне это неудобно, говорит, ну, это мнение толпы, ну, извините, нонсенс. Мы в связи с этим сразу вспомнили желтые заборы, которые у нас перекрывают все уже годами прохоженные дорожки. Да, да, да. Совершенно вы правильно все рассуждаете. Под видом каких-то немыслимых вещей, что мы тем самым жизнь обеспечиваем людям и так далее. Но при этом я наблюдаю, люди эти желтые заборы обходят и выходят на проезжую часть магистральную для того, чтобы... Там, где они привыкли. Им перегородили, где они привыкли. Это разъезды. С одной улицы, с одной полосы на другую. А они теперь выходят на саму проезжую часть для того, чтобы двинуться опять по парковой части. Ну, это нонсенс вообще-то. И поэтому второй упрек Курбатову я хотел бы сказать, что те вещи, которые, в общем-то, где-то работают, не факт, что они могут работать в других территориях. И опять возвращаясь к шульгинскому мнению, который говорил, в Москве это замечательно. Но мы первые провели в городе Кирове урбанистический форум малых городов. Вот здесь мы должны изучить некую специфику, что для нас приемлемо, а что неприемлемо. А так тупо переносить положительное работающее где-то на нашу территорию, наверное, это абсолютно неправильно. Ну, то есть должны отталкиваться мы от конкретной территории. От конкретной территории и, самое главное, от конкретного потребителя услуги. Вот от кого мы должны. А мы его называем толпой. Нормально, да? Вот я сочинил, я умный, а все вокруг дураки. Но ты же фантазер, парень. Ты приземлись, пожалуйста, на землю. Вот о чем идет речь. Валерий Николаевич, я на этой позитивной ноте предлагаю эту тему закончить, перейти к следующей, политической, но не менее интересной. 8 сентября состоится дополнительный выбор в Кировскую городскую думу. Вы, в том числе, были выдвинуты в качестве кандидата, но гороизбирком вам отказал. Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит? Вы, если я все правильно понимаю, собирались подавать жалобу в областной суд. На какой стадии сейчас находится рассмотрение этого дела? И вкратце напомните, пожалуйста, слушателям, что послужило причиной для отказа. Ну, я могу только одно сказать. Я предвидел на 200 процентов, что будут приняты любые рычаги для того, чтобы не допустить Турулова выдвижения. Более того, выдвижение в городскую думу. Более того, я не собирался идти на выборы. И если вы помните, может быть, в 2016 году я заявлял, все, я отработал. И больше не хочу этим заниматься, неблагодарным делом, борьбой с ветряными мельницами. То есть честную позицию выдерживать – это очень тяжело. Я потом болел долго. Ну, как говорят, слава богу, что выздоровел. И вот сегодня я с вами вместе. Но это была очень тяжелая такая ситуация. И люди пришли ко мне, причем не только Ротфронтовцы, Российский Объединенный Трудовой Фронт, членом партии которой я являюсь. А это, по сути, наша официальная фишка в рамках Российской Коммунистической Рабочей Партии, которая зарегистрирована, соответственно. А пришли и другие люди, в том числе из Единой России, которые говорят, Валерий Николаевич, ну невозможно жить стало. Нужно, чтобы кто-то там чего-то шевельнул. Идите в депутаты. Да, идите в депутаты. Я говорю, ребята, я заниматься не буду. Вот вы хотите, занимайтесь. Я пойду. Если вы соберете там подписи и так далее, то есть шла абсолютно демократическая такая форма работы, когда не ангажировано политически, люди просто пришли и сказали, ну надо, надо делать, ну возьмись, пожалуйста, потому что надо. Ну ладно, согласился. Ну а дальше начались чудеса. Чудеса начались. Так вы подали документы в избирком. Да, в избирком подали документы. Что они у них нашли? Они приняли документы, хотя у них по положению, скажем, в случае, если обнаружено какие-то замечания по документам, они немедленно должны уведомить кандидата и предоставить им возможность внести изменения, поправки и так далее и тому подобное. И более того, в их же документах сказано, что в случае, если они не выполнили вот эту уведомительную функцию, не предоставленную возможность внести изменения, поправки и так далее, тогда недостаток каких-то документов не является основанием для отказа в регистрации. Они эту функцию не выполнили? Не выполнили. То есть фактически не имели право вам отказать? Они не выполнили и вывели меня прямо на заседание комиссии и начали на комиссии говорить, какие у меня есть недостатки. Но меня это абсолютно возмутило. Я сказал, ребята, вы что творите? Вы почему закон-то поворачиваете наизнанку? Закон говорит о гарантиях моего права избирать и быть изнанку. А вы сделали всё для того, чтобы лишить меня этого права. Ну ладно меня, а за мной же люди, которые реально хотят меня выдвинуть. Я упираюсь, они говорят, нет, ты иди. Вы их ещё лишили этого права? На каком основании? И вот начинается канитель. Второй момент, который, в общем-то, является, на мой взгляд, вопиющим. Собраны подписи людей. Какие-то подписи, учитывая, что актуализация реестра газвыборы... Валерий Николаевич, у нас сейчас очень жёсткие правила с перерывом, поэтому я вынуждена вас прервать. Мы сейчас идём на рекламу и вернёмся, и продолжим. Особое мнение на 101FM Возвращаемся в студию. Это продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает депутат законодательного собрания 4-5 созывов Валерий Турула. Мы начали разбирать историю с отказом горизбиркома Валерию Николаевичу в регистрации. Валерий Николаевич, прошу вас, продолжайте. Ну, мы первое сказали о том, что какие-то недостатки в документах в оформлении, они должны немедленно уведомлять меня, но не было уведомления. Это нормальный, живой такой рабочий процесс. И в результате, в общем-то, подвели к тому, что отсутствие каких-то там документов, какие-то недостатки, они дают основания не зарегистрировать меня. Второй элемент, это связано с тем, что регистр газвыборы, база данных избирателей, она актуализируется к 1 января каждого года. И в результате того, что сегодня сентябрь, там происходят определенные изменения, то есть не вносятся туда. То есть вы в регистрационных листах вносили одни данные, а в той базе они были совершенно другие, да, по некоторым людям? Нет, там не так. Там какие-то люди вообще отсутствуют в газвыборах. Где-то какие-то ошибки допущены и так далее, там подобное, что, кстати, попадает под первый пункт. Если ошибки обнаружены, то должны быть предоставлены возможности их исправить. Но суть-то не в этом, а суть-то в другом. И когда попытались сказать, а у вас недействительные там недостоверные подписи, я сказал, подождите, дорогие друзья, а вы знаете, что на сегодняшний день очень актуальна тема оборота персональных данных, обработки? Сегодня людей просто нищими делают, выгоняют, убивают даже из-за того, что находится в обороте персонала. А вы его спросили, прежде чем в ФМС, в Управление Федеральной Миграционной Службы передать на проверку данные, вы у людей спросили, право на оцифровку и обработку персональных данных. А нам это не надо делать. А вы подождите, в подписном листе написано, не мы ниже подписавшиеся избиратели, а мы ниже подписавшиеся. Вы должны теперь идентифицировать их избирателями, и если они не являются по вашей базе избирателями, вы должны теперь оборот их персональных данных спросить. Вы должны спросить разрешения на обработку. Вы запустили в интернет их свободный полет, запустили персональные данные. Слушайте, ну мы же понимаем, что это невозможно. Это невозможно в масштабах страны. Почему возможно? Это возможно. Ну а как? Это возможно следующим образом. Каждого человека из подписных листов, каждого обзванивать, спрашивать. Нет, у них не совпадающих с реестром, там единицы людей. И они их потом должны проверять. Этих людей. Я же не говорю весь список 117 человек, которые за меня подписались. А там у них 17 человек и высветилось, и они вот оформили. Хотя я перед этим в избирательную комиссию предупреждал, говорю, ребята, сделайте все по закону. Вы тогда должны либо спросить у людей разрешение на обработку персональных данных. Кстати, мы в 18-м году, когда выборы были президентом, в 18-м же году? И написали Памфилову, а на каком основании вы будете переводить, оцифровывать информацию, проверять. И она тогда после получения нашего письма выступила и сказала, нет, мы будем все же вынуждены проводить в ручном режиме проверка. А оборудование куда? Все, пропало оборудование. Вы представляете, да? И я об этом говорю нашей избирательной комиссии. Они говорят, а что нам делать? Я говорю, да очень просто. Если вы не спрашиваете у людей право на их обработку персональных данных, у вас есть другой вариант. Вы сотрудников УФМС приглашаете, они в ручном режиме, не совпадающие фамилии, проверяют, входят через свои пароли в свою систему. Проблемы-то нету. Хорошо, вам отказали. И в этом отношении я не признал проверки, результаты проверки недействительных подписей. Я сказал, все 100% подписи действительные. И поэтому вы мне что-то здесь будете утверждать. Как вы можете на достоверность проверять незаконно полученные персональные данные? Как? Незаконную информацию на достоверность? Нонсенс. Вот что. И самое страшное в этой ситуации. Ладно, избирательная комиссия, она честь своего мундира защищает. Прокуратура, зная и видя очевидное нарушение закона... Подождите, это мы уже про суд. Прокуратура, это уже в суде было. Да, в суде. Это уже было в городском, и потом в областном суде. Она признает эти действия законными. И я с ужасом начал говорить прокурору, говорю, стоп, ребята, вы на охране закона находитесь или чего? Это как все понимать? Это у вас что, сговор, что ли? Или мы мордой не вышли, что мы не граждане России, которым гарантировано право? Получается, для вас есть гарантированное право, а для нас нету, что ли? Это что такое происходит? Я сказал и предупредил, что и на областном суде суд отказал. Когда он был? Регистрация, она составилась во вторник, очень круто шел. Избирательная комиссия очень бледно выглядела. Я получу вот эту аудиозапись, она будет опубликована в Ютубе. Эта аудиозапись, что там происходило. И любой желающий сможет убедиться, что творилось вообще на областном суде. Дальнейшие ваши действия какие? Дальнейшие действия. Написана соответствующая жалоба в Центральную избирательную комиссию. Кстати, я 5 августа писал в избирательную комиссию по всем неясным вопросам. В досудебном порядке просил дать мне разъяснение, чтобы не выходить на судебный процесс, поправить эту ситуацию. Они написали, что отправили это в обл. избирком. Обл. избирком мне присылает бумагу о том, что нужно время для проверки ваших вопросов. И до сегодняшнего дня ответов нет. С 5 числа, а по закону они должны в течение 10 дней дать ответ. Вы представляете? С 5 августа. С 5 августа. То есть, получается, в месяц нет ответа на мои вопросы. Ну, а до 8 числа осталось 2 шага. Да, 2 шага. Поэтому вот это вот беспредел. И самое страшное, что в этой ситуации это наблюдается. Я отвечаю за Приволжско-федеральный округ выдвижения от Родфронта кандидатов. У нас выдвинуты во многих регионах. И везде, где даже удалось зарегистрировать наших кандидатов от Родфронта, приезжают вышестоящие комиссии юристы с избиркомов и организуют судебные процессы по снятию с регистрации наших кандидатов. Я поняла. Давайте пошагово еще раз. После того, как вы получите решение суда областного, или вы уже получили? Нет, мы не получили. Сегодня у меня подготовлена кассационная жалоба. Я ее сегодня передам председателю областного суда и рассчитываю, что завтра состоится заседание кассационной инстанции. Ну, говорят, что наш председатель суда достаточно принципиальный человек. Если увидит сомнения в том, что принимались правильные решения, он их просто отменяет. Поэтому мы рассчитываем на это. Но не будет допущено. Дальше мы готовим документы на международный суд. На Европейский суд по правам человека. Шансы свои как вы оцениваете? Если я допущен буду. По кассации. А, по кассации? Не знаю, потому что вообще по закону суд второй инстанции является уже окончательным решением, апелляционной инстанции. Поэтому кассационная инстанция, она носит уже такой характер. Риторический, так скажем. То есть решение суда первой инстанции вступило в силу, меня сняли с регистрации. Хорошо. Давайте от дела вашего абстрагируемся. Ваш прогнозный расклад на явку. Надо бы выборы. Ну, учитывая, если бы я был по пятому округу шел, да, я думаю, что явка была бы неплохая. Я думаю, даже выше 20% бывает. А сейчас? Я думаю, что если 8% наберут, то это хорошо будет. И то это будут в основном бюджетники, которым прикажут идти. Потому что, как мне даже, ну, не буду называть судью. То есть победит тот, кто больше приведет людей. Судья мне сказал, говорит, Валерий Николаевич, ну ладно, я вас снял с выборов, говорит. А за кого голосовать? Я говорю, извините, вы сами принимали решение. Лишились кандидата только что. Да, да, да. Вы сами принимали решение. А за кого, говорит, голосовать-то? Ну, я не знаю, это ваши уже проблемы. Вы мне сняли с выборов. Валерий Николаевич, у нас 4 минуты до эфира, поэтому, так, не особо разглагольствую. Предлагаю обсудить крайнюю, наверное, тему для нашего сегодняшнего эфира. Тоже она политическая. Значит, на сайте change.org появилась петиция депутатов Справедливой России и законодательного собрания по Быкову и Кировской городской думы. Она адресована губернатору. Вообще, как вы оцениваете эту петицию? Как она вам? Что я вам скажу? Я участник всех этих событий. И первый митинг, который проводился в Парке Победы у Стеллы, я тоже участвовал там. Правда, не я был инициатором, я тогда еще депутатом был законодательного собрания. И, на мой взгляд, тогда уже было понятно очевидные вещи, которые необходимо было решать. Но дальнейший ход меня поразил не менее, чем вот эта выборная кампания, где очевидные вещи нарушают, говорят, что все делается правильно. Дальнейший ход был точно такой же по отношению к Владимиру Васильевичу. Я ничего лично его не имею против, но те циничные вещи, которые осуществляются по отношению к собственным избирателям, так мы скажем, да, они, в общем-то, возмущают и по-другому нормально мыслящего человека, в общем-то, не могут поставить в оппозицию к нему после вот таких вот вещей. Когда стоит в День Победы, там призывает, да вот мы День Победы и так далее. И здесь же кусок земли от Парка Победы отхватили и продали. Я знаю там, ну, не для печати и не для озвучивания, как вообще процедура эта проходила. Там и Москва задействована, и там система отстегивания работала и так далее и тому подобное. Это вообще ужасающая вещь. Очень большой. Да, очень большой. И он не заканчивается только кругом у нас на территории. И, следовательно, мне тогда стало уже понятно, что, учитывая, что кто-то дал на это отмашку там, да, наверху, ничего нам не удастся сделать. Поэтому все вот эти шаги мной воспринимались, и вот, кстати, петиция воспринимается, это как некие полумеры, это пар в свисток выпустить. Более значимая, на мой взгляд, была вещь, это когда в суде пошли свидетельские показания тех особо доверенных лиц Владимира Васильевича. Вот это уже, на мой взгляд, более существенная вещь. Ну, судя по тому, что Владимир Васильевич хранит молчание до сих пор и не пришел на суд. Больше того, мне вчера задавали уже вопросы, говорят, а как вы оцениваете, что Владимир Васильевич не прибыл на дачу свидетельских показаний? Знаете, я что ответил? Я ответил, что он боится, что из свидетеля он в ходе дачи свидетельских показаний будет объявлен обвиняемым, его там арестуют. Но мне кажется, это не влияет. Если там есть за что зацепиться, то даже не приходя в суд в качестве свидетеля... Нет, это уже другой вопрос. Это другой вопрос. Потому что процедуры выполнить ареста, это совершенно разные вещи. Это надо... Мы же помним, как Лузянина делали... Подождите, то есть вы предполагаете, что если Владимир Васильевич придет в суд, его там и арестуют? Вполне возможно. Вполне возможно, что его арестуют. Даже не в суд, а в следственные органы. То есть там кто, я не знаю, дознаватель или следователь ведет это дело, я не в курсе. И особо не считаю нужным впячиваться в эту ситуацию. Но я думаю, что, учитывая показания Дранова, Мамедова и так далее, Рубцова тоже, я думаю, что ситуация достаточно серьезная. И вопрос сегодня тот, кто в какой-то степени прикрывает Владимира Васильевича в этом деле, у меня сегодня есть сомнения. А дальше они захотят его прикрывать или нет? Если раньше могло это политически рассматриваться, кто-то там чего-то шьет. Но когда есть реальные люди, дающие под присягой соответствующие показания, давление и осуществление. Поэтому я думаю, что Владимир Васильевич очень... Поэтому я отношусь двояко вот к этой петиции. То есть как пар свисток, ну, наверное, да. На этой интересной ноте, жаль, что мы не можем продолжить разговор, но наша программа завершается. Это была программа «Особое мнение». Сегодня его высказывал депутат законодательного собрания 4-5 созывов, президент Ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса Валерий Турулов. Валерий Николаевич, спасибо. До свидания. И вам спасибо. Давайте успехов.